я хочу сегодня поднять вопросу тему по вопросу избыточного веса вот смотрите какой момент я хочу сейчас какую-то такую коммерческую составляющую поговорить потому что я говорю что многих не хватает при нашей системе здравоохранения скворцовое не средств лекарства стоит дорого где чудо стать как-то надо лечиться у людей не получается реально вот и вот тут как бы вступает в силу что если вы как бы сотрудничать с компанией той компании как бы делают вам добрые дела на и дает вам возможность заработать на какие-то вот эти вот средства вот тут как бы такой момент я хотел обратить внимание не сейчас вот на тех кто действительно ну ворочает ну солидными средствами является какими-то мелкими средними бизнесменами и так далее вот я просто тут даже не то что это какая-то моя фантазия так они многие делают что которые приходят в гларион и они уже стараются закупить крупной партии крупной партии и за счет того что ну как бы вот и существует там коллектив чем он значительный если он даже 10 человек это тоже может быть существенно да может он и 50 и 100 человек быть из этой значимой даже больше тем как бы чека кроме того что он строит свой основной бизнес он еще выстраивает свой пассивный доход когда у у него такая образуется как бы дополнительные ну если можно так сказать пенсии что ли которые вот этими вопросами он может в любом возрасте заниматься даже когда может быть и его бизнесом будут управлять его там менеджеры или ну как бы человек действительно там стареет а вот этими вопросами можно всегда двигать этот еще такой момент я обратила внимание вот это еще для тех кто такая косвенная прибыль это для тех кто ну вот не хочет по сады паски там вести бизнес вот вот я там это вот ларек имею я бога мне ничего не надо приходишь 10 лет он на том же месте в лучшем случае а то и разорился вот а я же вот просто обратил внимание как и японцы ведут свой бизнес вот я где-то значит вот получил такие материалы что идет японским бизнесмен и он видит что его рабочие в печали так сказать и он говорит а давай я тебе сделаю массаж и вот он ему делает массаж и тут и как бы ему доверительно рассказывать какие у него проблемы и он старается где-то как-то это порешать еще плюс к тому что если вот у нас вся система выдавить там пожилых людей из бизнеса из этих с работы там и все такое это вот установки международного валютного фонда они как бы выполняется не только в бандерлянде ну и в россии вот ну естественно там видимо силуянов там как бы рассчитывать чем больше пожилых там люди умрет да или там дойдет до ручки то тем меньше пенсии придется выплачивать тем больше хватит денег на виллы на канарах на вот таких вот вещах вот я как бы такой вот и в этой ситуации там я думаю что понимаете надо вести бизнес по-новому я вот много там слышу знаете много пальцев заворачивают люди которые имеют чуть-чуть денег то это вы здесь много на западе вы никто и не к звать вас не к деньги вовсе понимаете и поэтому ничего наши бизнесмены не производят а я не говорю сразу изменяюсь перед теми кто действительно что-то умудрился в наших нечеловеческих условиях сандеповских вот что-то сделать производить честь и мы хвала ну так по большому счету наверное все признают что мало мы чё производим поэтому во многом это потому что мы как бы вот этот бизнес он ведется по-сандеповски а вот япония на ней так там даже старый работник не увольняется он продолжает там консультировать он к на какой-то должности он уже громадный опыт вот я именно таким и предлагаю вам такие шаги сделать для своего коллектива то есть если вы человеку кто-то допустим страдает избыточным лепестом сердечным заболеваем кишечными какими-то расстройствами там заболевание тогда вы где-то им где-то как-то поможете то я думаю что это не забудется и это как бы создаст такие доверительные хорошие отношения у вас коллективе определенный микроклимат что не только вы ждете что вот вы высосите как вот эти коммунисты бизнесмены из своих сотрудников а ну и вы действительно думаете что-то и какой-то как-то повлиять на жизнь глобально изменить если вы даже но вот какой-то устраните ведь часто у человека даже не материальный клан а он чего-то страдает заболевания от избыточной от сердечно-сосудистой заболевания другие может быть у него там к хрупкие кости и так далее так далее то есть бедствия как бы подстерегать человеку у нас везде в мире а у нас в особенности поэтому вот и вы занимаясь этим вопросом то и вы сами изучите вопроса и и рано или поздно у всех какое бы ни было у вас железное здоровье вот это как бы вопрос встанет я вот так же хочу сказать понимаете я вот смотрю многие там вконтакте в моем и вот они имеют определенных друзей вот он и консервы продает и и вот он раз это придет вот он и только консервы предлагает 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 вы не консервы предлагаете не а вот вы занимаетесь бизнес надо очень внимательно отслеживать конъюнктуру надо вовремя повернуться надо я вот как бы если и обычно так что вот и двое его консервами не заинтересовались все сюда досвидос и вот он идет и там это вот этапе это очень малоэффективная реклама надо стремиться к сотрудничеству может быть вы а ваш товар и хороший если вы установите и проявите взаимные интереса я вот а что на своем канале об этом а взаимной поддержки писал да там как перейти от взаимной подписки взаимной поддержки то много себе полезного приобретете и много каких-то связей кооперационных приобретете потому что вы обратите внимание что только те кто побеждают когда не маленькие не не крупные не средние небольшие фирмы а те корпорации монстры которые соединяются они получают дополнительные инвестиции дополнительные возможности и так вот идут надо хотя бы к на каком-то уровне потому что сидите вот в городах вот в этих своих как россия очень разбросаны как в банках и олигархи здесь коммунисты они вот правят лучше скажут то и делайте и прочее то есть коммунисты абсолютно убили дух свободного предпринимательства я вот пытаюсь это расшевелить потому что если так вот чебоксар ребята очень активные понимаете но как бы они шаг делают и останавливаются понимаете вот новосибирскую вот это вот где засилие коммунистов к сожалению я вот них и живу ну как болото понимаете вот и два и два там что-то шевелится вот не не будет счастья тем кто поклонник наемного труда 100 по крайней мере ждет разорение ну вот посмотрите это статистика это не я по т поэтому надо искать новые подходы не надо вот этим количеством я буду доработать по 24 часа т.д. и угроблю последние здоровые копеечку заработаю а потом эту копеечку потрачу как раз на лечение понимаете то есть если что-то идет как бы не совсем гладко надо посмотреть посоветоваться по пообщаться а муж и вы что-то делаете не то а может быть и так а может быть вам просто не хватает помощи вот я как бы вот так вот хотел вот у меня были мысли на этот счет я с вами поделился может быть они вам помогут а может и нет в зависимости от того как но вольному волю спасенному рай вот так всего доброго